А вот когда производится оценка, это оценка одной выборки? Или можно набрать себе выборок и посмотреть изменчивость по молекулярным, по москологическим признакам? Если такие работы есть, то вообще переход между тем, что называется видом зеленого возраста, будет континуальным или сопротивляющим? Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что объем действительно очень специфичный. И мы, альбологи, работаем по склонам. То есть по факту это глональная культура. И для того, чтобы нам поработать как-то с изменчивостью, нам необходимо, допустим, ну как пространство, если посмотреть изменчивость, нам, допустим, с пространством, ну скажем, выборка, 20 точек пробоотбора, 20 грамм почвы по грамму с каждой точки. С каждого грамма вы выделите еще 100-150 культур водорослей абсолютно различных. Вам их нужно просмотреть глазами, либо вам нужно с помощью генетического анализа понять, что вы ищете. То есть это, в принципе, это возможно, конечно, но никто этим не занимается. Баркодинг, ой, используется? Для Баркодинг из зеленых водорослей, дело в том, что показано, что вот этот ген, цитохром, для оксида азона, он очень плохо амплифицируется в водоросе. Поэтому все они используются. Используются, вот, значит, установленного в ДНК-шке, их кода нет. Для моих облевок из зеленых водорослей. Есть кандидат, который близко один из возможных кандидатов. Это совершенно ваш доклад. Очень интересный аспект. Подход такой совершенно своеобразный вроде бы. Но почему полифазный? То есть есть, в общем, как-то так, с фазами это плохо связывается. То есть это разные направления, разные аспекты. Может быть, полиаспект. Я не знаю, но как-то не хватает. Дело в том, что когда я делаю этот доклад как раз для русскоязычной аудитории, мне всегда задают этот вопрос. Полифазный. Причем здесь фазы. Дело в том, что этот подход ввел профессор Иржи Камад. Он ввел от децанобактерий. Раньше селезеленые водоросли. И это англичный термин. Наши коллеги из Украины, они используют интегративный подход. Ну, это так хочется. Но полифазный подход, он, это устоявший термин. То есть это, что-то устоявший терминология. Мы можем, конечно, предложить такую близкую, например. Но если есть уже устоявший термин, который хорошо воспринимается... Это первое, наверное, на инстримах. Можно, пожалуйста, предлагайте свой, пожалуйста. Вы спросите, значит, старение ваших водорослей. Вы сказали, что там у них накапливается пигмент. А темп делений у них тоже замедляется? И вот так вот, да? Да, да, да. И это старение вы часто там наблюдаете? Дело в том, что это старение связано с тем, что вы не делаете пресек. То есть вы не добавляете в состояние свежего субстрата. Соответственно, и наблюдаются вот эти вот процессы. И деление замедляется, и на каком-то различных картинках. А если вы в этой постаревшей культуре обновите среду... Да, мы обновите сами деление. Будет яйца, да, опять пойдет за спортом. Все пойдут? Все пойдут? Или часть вымрет? Часть вымрет, конечно. Это даже не... Понятно. А делятся они обычным честным методом, да? Да. И никакой этой самой... Ну, полового процесса нет. Дело в том, что я лично, вот для моего штамма пока не наблюдала полового процесса, но иногда бывает его сложно наблюдать с культуральных условий, но по ощущениям он есть. Это правильно, что я имею в виду. Он должен быть, просто потому что в том плане, который попал по моему штамм, там есть половый процесс. Вероятно, он не так есть. Просто нужно о том наблюдать. Значит, подождите, я немножко не понял, ощущения на чем опасны? Значит, данный штамм, он близкоросленен к тем штаммам, для которых уже описан половой процесс и наблюдался. Вероятно, он здесь тоже есть. Нужно было наблюдаться. А вообще у тех, у которых есть половой процесс, который давно изучен, у них там как обстоит с репродуктивной изоляцией? И на чем она основана? Тех зеленых. Вот здесь, половой процесс. Вот здесь, честно, не знают. Ну, когда в тех штаммах, где наблюдался половой процесс, да, конечно, это какая-то крайний инбридинг, клетки одного клона, да? Так нарушаете половой процесс корритвистику этого клона? Может ли он сбиваться, давать какие-то другие параметры? Или он четко держится, несмотря на половой процесс? Я просто не могу вам это объяснить, потому что я лично половой процесс не наблюдала. Ну, как считается в других? Коллеги? Ну, коллеги что пишут? Они пишут, наблюдая половой процесс. И все. Все. Это описание таксона. Что-нибудь по фореологии вообще делалось? То есть ли хромосомные числа, вот хромосом, разум, китомат? Ну, вот по данным штаммам я не нашла таких работ. Все, что было, всю всю информацию, которая есть в свободном доступе, там, и первое описание в том числе, вот все собрала. Ну, а... Мощный. Половодение может проходить, ну, минимально за несколько часов. Половодение. Для таких больших вопросов. Скажите, это все-таки в прошлом бактерии, что ли, это то, что синие-землячное... Нет, нет, нет. Это отдельная эукариотическая линия. Санобактерии. Это раньше просто все было водорослями. Но сейчас уже подвижено, что синие-зеленые влодцы. Это санобактерии, это бактерии. То есть у них есть честное ядро, кулация? Да, да, абсолютно, да. Оформленное ядро. Все крепости. Скажите, а почему обязательно водоросли должны быть виды? Вот из вашего доклада похоже, что вы ищете виды подобные того, что описывают у высших там, у растений, у животных. А может, у них вообще видов нет? Может, это какая-то иная организация? Ну, что по этому поводу говорит ваша наука? Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Может, это и нет? У них микробиологический кодекс есть. Дело в том, что есть как бы два полярных круга, непримиримые борьцы друг с другом. Морфологи говорят, давайте придерживаться морфологической концепции. Их можно описать. Это не бактерии. У них есть призывки морфологические, отличимые, по которым их можно описывать. Молекулярщики говорят ничего подобного. Давайте вот там в 18-с построить систему, и это будет там не название, это будет какие-то там идентификаторы, скажем так. Однако для того, чтобы понять, как зеленые возникли, как они развивались, как они развиваются в почве, какие характеристики почвы влияют на процесс видообразования, на скорость видообразования, необходимо все-таки как-то разграничивать. Понятно, разграничивать понятно, но для этого годится и морфологический подход, все равно будете, чтобы вы понимали друг друга, когда вы говорите об одном и том же. Это понятно. Да? Мы называем объекты, чтобы все понимали, о чем идет речь. Понимаете, все-таки вот, если говорить о концепции биологического вида, она привязана к изоляции там и все. У вас, как я понимаю, она не работает в этом плане никак. И говорить, вот у вас, опять же, эта дистанция, энергетическая дистанция в один процент, она, как я понимаю, довольно произвольно выбрана. Да, да, абсолютно верно. Вот так вот договорились с исследованием, что давайте я возьму порог в один процент. Для всех вообще абсолютно таксом. Что вот при таком подходе никаких дробителей у них не будет. Чтобы видо писать, это надо очень сильно постараться. Так как у нас, например, один, товарищ в ухтеологии, за два года 200 видов описал. Дело в том, что мы тоже от этого страдаем. Потому что некоторые специалисты используют эту дистическую концепцию. Допустим, разделили один вид на 49 видов. Без какой-либо другой подложки, кроме 18 с. Ну и что, ну да, вот здесь 49. Но они должны. Плохо будет вам, трудно жить. Плохо будет. А как вот эти почвенные объекты территориально распространяются? То есть вот вы находитесь в одной прикопке видов. И какая-то его алиал какой-то или масштаб вот заняты этим популяцией видов. Вот это вот сложно очень определить. Потому что одно дело это массовое развитие. То есть, например, цветение кожи, да, почву физи и нервы. Мы отобрали несколько проб, посмотрели, обнаружили. Если мы этого не видим, то есть число клеток в почве минимально, например, это неотличимо визуально, он может быть везде. Он переносится в это. Для него, для реализации его экологической, должны создаться определенные условия, в которых он будет жить. Значит, это может быть какая-то там упаковывающаяся форма, он будет переживать в неблагопулярные условия очень долго. Потом все это вороками воды, все это перемешиваясь и прочее. То есть, установить четкие границы, четкие ареалы распространения бывает очень сложно. Особенно по маркологической концепции, когда мы видим, как будто все везде одинаково. Почве это особенно актуально, потому что очень специфические условия существования. Почве все мелкое. Это сплошные и маленькие зеленые шарики, на самом деле. Спасибо.